Всем привет! Меня зовут Маша и три года назад мы с мужем из центра Москвы переехали в глухую деревню. И на протяжении этого времени мы ведем личное подсобное хозяйство. Все три года муж уговаривал меня завести корову, но я не решалась. В итоге мы не прогадали. Ляженка теперь наша кормилица. И всем, кто хочет переехать из города в деревню, я в первую очередь советую завести корову. И сейчас я расскажу почему. Во-первых, на вашем столе всегда свежие натуральные продукты. Молоко со вкусом пломбиров, сметана, в которой ложка стоит, настоящий зернистый творог, масло, сыр и многие другие продукты. Во-вторых, у вас всегда есть продукты на продажу. И вам не нужно 6 месяцев сидеть и думать, когда подрастет ваша свинья или индейка. Поначалу мы не представляли, куда каждый день мы будем девать по 20 литров молока. Но клиенты на вкусное настоящее молоко находятся быстро. И так к середине лета вся наша деревня и соседние стали приезжать к нам за молоком. Сразу хочу сказать, что находимся мы в Московской области, Солнечногорского района. Это 80 километров от Москвы. Молочная продукция у нас стоит дороже, чем в других регионах. Но и цены на корма у нас выше. Например, тонну зерна ниже 11 тысяч найти практически невозможно. Клиентам, которые забирают молоко, так сказать, с порога, мы продаем по 80 рублей за литр. Тем, кому мы доставляем самостоятельно по району, 100 рублей за литр. Также мы доставляем в Москву свою продукцию 1-2 раза в неделю. Наши клиенты в основном это молодые семьи с детьми. Ну а теперь о главном. Доходы от коровы мы приводим за период с 1 октября по 1 ноября. Все это время корова находилась на пастбище и съела приблизительно 3 мешка комбикорма. Плюс мы и резали ей овощи. То есть затраты на корову, не считая электричества и собственного труда, составили около 2000 рублей. Месяц в плане продаж выдался не таким активным, как летний период. Так как мы большую часть времени находились в хозяйстве, утепляя сарай в зиме. Но и наш основной клиент дачники тоже разъехались. Плюс мы не учитываем то, что мы сами пьем наше молоко, едим наш творог и зачастую продаем только излишки. Весь месяц мы вели учет наших продаж. Хочу показать наглядно, сколько мы продали. У нас за весь месяц получилось 100 литров молока, не считая остальной продукции. Доход у нас составил 16725 рублей без учета корма. А с учетом корма 14725 рублей. Ну а выгодно или невыгодно содержать корову, решать вам. Всем спасибо, удачи!